Друзья, всем привет! Сегодня у нас 10 февраля, взвешивание, 40 дней нашим цыплятам. Сейчас они у нас продолжают питаться маркормом ПК-6.1. Напомню, переход на ПК-6.2 у нас будет производиться 42 дня, поэтому сегодня я начну подмешивать его. Вот такая, значит, птица. Такая птица. Есть некоторые экземпляры, которые вызывают опасения, допустим, вот этот мне не нравится. Видите, как он дышит? Нехорошо. Плюс где-то вот здесь, вот тоже, так же. Вот, но я не трогаю, смотрю, как бы, что будет. Значит, смотрите, мы за это время, за 10 дней потеряли четверых цыплят. Одного я вам показывал, отсаживал вот на этот ярус, он у него водянка была явная, я его не стал мучить, я его убрал сразу. Плюс, значит, двое отошли синдром внезапной смерти у них, потому как я всех я вскрывал, оговорюсь, никаких вот патологий у этих двух я не увидел. Вот, то есть причина неявная, видимо, сердечко не выдержало. Вот. И еще один был с водянкой. Вот сегодня я буквально с утра его вытащил. То есть на данный момент у нас 87 штук здесь. Был 91, напомню. Так, по температуре, значит, 20 градусов у нас здесь. Ну, здесь где-то будет 19, потому что внизу у нас 18 должно быть. Да, 18 у нас здесь 17,5. Вот. Ну, здесь где-то 19 у нас на среднем ярусе будет. Так, значит, по помету. По помету у нас все стабильно. Понос. Вот. То есть никаких изменений за это время не произошло. Все так же. Все яруса. Здесь даже Лена эксперимент проводила. Вот видите, эти кутикулы желудков. Она подсыпала им эти кутикулы. Но я эффекта никакого не заметил. Все то же самое. Ну, может быть, они их и, так скажем, оставляли в кормушке не ели. Не могу сказать. В общем, ели-не ели я не видел. Но эффекта как такового нет. Так, что еще сказать. Обогреватель я поставил вот сюда им поближе. С окна с того убрал. Потому как вентиляцию, вот эту вот вентиляцию принудительную, я сейчас не включаю. Так. И тем господам, которые интерпретируют все так, как им выгодно, не включаю я ее не по той причине, что она у меня неэффективна, неправильно работает или еще что-то. А я уже говорил в предыдущем ролике о вентиляции, что я ее просто... Я вентиляцию с головой использую. Я не включаю ее по той причине, что у меня справляется естественная моя вентиляция через окна. Вот здесь открытое окно на проветривание, вот на одно деление, видите, да? Щель. Кстати, на окнах, смотрите, влаги нет. На улице минус. Здесь вот на этих окнах, на которых у меня всегда максимальное количество влаги появляется. Влаги нет. На тех окнах тоже влаги нет. Влажность здесь приемлемая, нормальная. Вот. Здесь сейчас у меня даже тоже открыто всего лишь на одно деление, хотя обычно открыто вот так. Но так как на улице ветер, я ее прикрыл сегодня утром. Эту вот фрамугу. И сейчас у меня вот здесь, сейчас я попробую сжигалку в кармане, если есть, показать. Без всякой принудиловки. Вот видите, гаснет. Без всякой принудиловки у меня здесь и так прекрасно замещается воздух через эти окна. И, кстати говоря, не только окна, а еще вытягивание у меня происходит через вот эту систему без вентилятора. Сейчас я вам это продемонстрирую. То есть воздух у меня сам по себе удаляется через низ, вот через эти воздуховоды. Сейчас я выйду на улицу и вам это покажу. Так, вот смотрите. Эта вот заслонка, которая у меня на вытяжке стоит. Вот сейчас, видите, она приоткрыта. Вот еще больше приоткрылась. То есть как воздух вот закрылась. И надеюсь, что вам видно. Закрылась не до конца, вот приоткрылась. То есть как воздух попадает в помещение через окно, отработавший вытягивается вот отсюда в пассивном варианте без вентилятора. Видите, да, я надеюсь. То есть не то, что у меня через эту систему обратным, значит, ходом задувает воздух, как там некоторые умники пишут. Не мне, а там на других каналах. Нет, она работает в пассивном режиме на вытяжку просто-напросто. То есть при стоячем моторе через нее все равно вытягивается воздух. Вот видите, да. И никакого, соответственно, обморожения этой вот заслонки, заклинивания не происходит. Это не Лена с той стороны дует. Это ветер, который вот нагнетается через окно, вытесняет воздух из помещения наружу сюда. Вот закрылась полностью, вот открылась. Вот открылась сильнее. Я это ощущаю вот сейчас вот здесь вот находясь, как вот ветер, грубо говоря, усиливается, так она больше открывается. Так что вот так, ребята. Если я не пользуюсь системой, это не значит, что она не рабочая. Это значит, что в ней просто на данный момент нет необходимости, так как птицы мало. И прекрасно справляется вот такое вот исполнение системы вентиляции. И вот другая сторона, через которую приточка осуществляется. Сейчас открыто буквально вот настолько. Потому как вы слышите, что ветер сильный, поэтому больше нет необходимости открывать. Как только ветер стихнет, я открою еще на одно деление. Так что в таком варианте я и тепло сохраняю, в курятнике и деньги, соответственно, и создаю благоприятный микроклимат без дополнительных трат на обеспечение электроэнергией в вентиляционной системе. Так что вот, как только я увижу, что есть необходимость, я сразу же включу работу по таймеру. Вот у нас новые, кстати, цыплята. Очень радует меня своим внешним видом и размером. Так, ну что, давайте, друзья, товарищи, взвесим. Сейчас я даже думаю, что мы как сделаем вот этих вот особей, которые на среднем ярусе сидят, помеченные кольцами, и у них все равно будет стресс, пока мы их будем взвешивать, мы их пересадим на верхний ярус. То есть 10 дней они у нас посидят на верхнем ярусе. То есть как бы разницу, возможно, в росте между ярусами мы тем самым нивелируем и 10 дней последних они у нас будут там расти, на верхнем ярусе. Вон, видела, как он это сделал опять? Так, ладно. Сейчас мы вот так сделаем. Две кормушки сниму, я вот этих сразу туда пересажу. Заодно и вне конкурса взвесим. Так, кило 890, да? По нулям было-то, да? По нулям. Так, я их вот сюда сразу, в троих сейчас отсажу. Давай кило. 2,85. Ну что я могу сказать? У таблицы они должны весить 2,456. Это в самом скромном варианте. 2,20. Так, все. Теперь мы ищем нашу контрольную группу. Вот один. Не надо ослабить яручок. А я ослаблял. Нормально пошел. Так, 2,130. 140, да? Сколько тут? 2,140. 135. Ну, коленоц. Его наверх мы отправляем. Так, второй где? Так, второй здесь. А, вот он стоит. Этот метод маленький. Прямо видно. Кило 470. Слушай, что-то он прям вообще отстал сильно. Почему интересно? Так вроде было. С виду я не вижу. С виду вроде ничего. Проблема пока. Ну, ладно. Поехали. Это петушок. 2,200. 2,200. Угу. Так, 2,200. Все. С этой стороны все. Вот такие, короче, результаты с этой стороны. Сейчас мы взвесим отсюда. Также я, наверное, троих сразу пересажу. Сверху. Сверху. Вверху. 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 Вот, сидит курочка. Нормально вроде. Ну, это фиаско, брата. 500 фиаско, да. И какие-то они грустные некоторые. Особи прям такие вообще грустные. Так, ладно, смотрим нашу контрольную группу. Контрольную группу. Так, вот он. О, что-то вообще маленький, смотри. Вверху. Вверху. 815. 815. Тихо, тихо, тихо. Опруги. Опруги. Ну, вот тут вот как сейчас под вопросом. Чуть-чуть у него так есть живот надут. И синева немного присутствует. То есть он пограничный, скажем. Наверху. Ты хотел наверх пересаживать. Может быть, у него начинается водянка контрольного как раз. Так, ладно, дальше смотрим. Ты видишь, да? 1,855. Блин, ну это, короче... Это не то, чего мы ждем, конечно. Это вес в 35 дней должен быть. Да. Кстати говоря, вот... А, подожди, что сюда посадим? Ты меня не контролируешь. Кстати говоря, вот нам присылали видео. Человек, у которого вот такие наши же цыплята. И в 30 дней у него вес уже 2 килограмма был. На другом форме. Я уж не говорю про других, которые звонили в 35 дней. И они уже пятерых убрали с весом кружки 2. 2 и килограмм 980. Чистый вес кружки был. Убежал, зараза. Мне же ты поилок, Саша. Килу 815. Все, короче, мы их пересадили наверх. Посмотрим, может быть, наверху. Они как попрут, как попрут. Не остановишь. Все, значит, что? Как я сказал, сегодня начинаю подмешивать. Вот два мешка стоят, которые с галочкой. Это 6-2. Подмешивать 6-2 начинаю. И я думаю, что... Так, сегодня 40 дней, 42. Ну, 43 мы перейдем полностью. Может, 44. Посмотрим, как они будут себя вести. Ну, в принципе, что, как они вести? Я хуже не буду уже, да? Как бы буду переводить, как переведется. По корму, короче говоря, по моим впечатлениям, они ели его плохо. Вот, посмотри, сколько осталось. Кремешка, да? Да, целые. Вот. По нашим подсчетам, они должны были это съесть. Ну, хорошо, минус 10 голов, как бы, да? Да, потому что у нас... Нет, скажи, почему мы на 100 считали, да? На 100. Ну, да, минус 10. Сейчас у нас их 87. Ну, минус 13. Но у нас вот последние покинули буквально недавно. Поэтому можно считать минус 10 голов, да? Ну, не знаю, тремешка осталось. Не знаю, много это или мало. Но не скажу, что они прям набрасываются на корм. Нет. Вот. Посмотрим, что будет сейчас с ПК-6-2. Потому что предыдущая партия ела ПК-6-2 охотнее. Может быть, они подтянутся куда-нибудь. Все на этом. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.